Прямо сейчас к рейду нетрезвый водитель, он в эти минуты проходит в микрорайоне Северный, там же находится и наш корреспондент Илья Керовц. Илья, сколько уже удалось и вообще удалось ли поймать нарушителей? Ну, никого не упустят и готовы к погоне. Все это про сотрудников ДПС. К счастью, гнаться за кем, ни за кем уже не пришлось. Одного поймали нарушителя. Мы сейчас находимся на пересечении улицы проспекта, точнее проспекта Металлургов и улицы Быковского. Здесь работают четыре машины сотрудников полка ДПС. Около десятка инспекторов проверяют как раз-таки нетрезвых водителей. В будний день, говорят в госавтоинспекции, ничуть не меньше таких нарушителей. Сейчас рядом с нами находится инспектор по пропаганде полка ДПС Елена Авдеева. Елена, вот скажите, почему выбрали этот участок для патрулирования улицы? Был проведен анализ аварийности, который показал, что за прошедшие три месяца только на данном участке было совершено несколько даже транспортных происшествий именно в будний день с участием нетрезвых водителей. Поэтому было принято решение провести именно вот в ночь с вторника на среду здесь рейд по выявлению нетрезвых водителей. Скажите, а вот какие предварительные данные сейчас есть уже на эту минуту? Что проходит? Буквально третий остановленный автомобилист. У него были выявлены признаки алкогольного опьянения. Сейчас он находится в патрульном автомобиле, на него составляются административные материалы. А как проходит процедура выявления нетрезвых водителей? Сначала по запаху, потом уже как-то дует трубочку? Имеется, да, ряд признаков, по которым инспектор определяет, имеется ли у водителя состояние опьянения не только алкогольное, но и наркотическое или токсическое. Инспектору достаточно буквально пару секунд, чтобы определить, имеются ли эти признаки у водителя. Спасибо, Елена. Ну а я добавлю, что патрулирование этого участка продолжится до часу ночи. Дорожные полицейские, законопослушные водители, конечно, будут отпускать, а вот подозрительных автомобилистов будут останавливать и предложат им пройти тест на трезвость. Напомним, за пьяную езду грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав на два года. Ну а повторное вождение в нетрезвом состоянии – это уже уголовное ответственное. Следующая проверка красноярских водителей состоится в эти выходные. Ну а на этом у меня пока все. Передаю слово студии. Спасибо. Это был Илья Керпс. Мы продолжаем выпуск.